МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Откат градов. Украина переходит к третьему этапу отвода вооружения. Надежда на жизнь. Савченко готова частично прекратить голодовку. Как докатился Колобов? Подробности задержания беглого пособника Януковича и какое будущее ему светит? А судьи где? Не упустят ли уже прикосновенных одиозных сотрудников Печерского райсуда? Минута молчания и приспущенные флаги. Сегодня Украина скорбит по горнякам шахты имени Засядько, погибшим в результате взрыва метана. Указ об объявлении 5 марта днем траура подписал Петр Порошенко. ЧП на Донецкой шахте произошло вчера утром. 33 человека погибли, 16 травмированы. Это самая серьезная авария на шахтах Украины за последние 5 лет. Состояние пострадавших горняков тяжелое и крайне тяжелое. Все они находятся в больницах Донецка на оккупированной территории, нуждаются в операциях и дорогостоящих медикаментах. Будет ли выделена государственная помощь семьям погибших и пострадавшим, пока неизвестно. Боевики не пустили экспертов и исследователей на место трагедии, а без их выводов невозможно выделить средства из Госфонда страхования от несчастных случаев. Материальную помощь готов оказать Ренат Ахметов через свой гуманитарный фонд. Семьи погибших шахтеров получат по 100 тысяч гривен, а в больницы будут доставлены медикаменты. Надежда Савченко приостановила голодовку. Вначале об этом объявили в Федеральной службе исполнения наказаний России, но потом опровергли в украинском МИДе. Что же было на самом деле? Давайте узнаем у нашего московского САПКОРа Данила Русакова самую достоверную информацию он получил от адвокатов и родных летчицы. Новость о том, что Надежда Савченко может частично прекратить голодовку, передается ссылкой на ФСИН. Это российский аналог украинской пенитенциарной службы. Следственный изолятор «Матросская тишина». Именно здесь, в спецбольнице, на территории этой тюрьмы, и содержится Надежда Савченко. Известно, что накануне судебного заседания медики не хотели отпускать депутата Верховной Рады и по СЭК российской ФИМИДе. Причина – состояние здоровья. Состояние Надежды Савченко и вправду близко к критическому. Сейчас она весит 55 килограммов при смертельном. Показатели – 40. Для адвокатов решение их подзащитной частично прекратить голодовку стало полной неожиданностью. И они сразу же устремились в больницу следственного изолятора. Она написала бумагу о том, что готова употреблять суп, бульон. Дело в том, что никакой другой пищи она физически употреблять не может, потому что ее внутренние органы не принимают пищу в принципе никакую. Эти кадры сделаны вчера в Басманном суде. Надежде в очередной раз отказали удовлетворить жалобу на действия следователей. Но буквально через считанные часы после этого интервью для Надежды наступила самая критическая ночь. Ее организм истощен настолько, что врачи следственного изолятора даже хотели перевести летчицу в 20-ю горбольницу. Но в итоге передумали и решили оставить Савченко в одиночной камере. Она сказала, что этим голодным страйком, голодным протестом она много чего достигла. Если эта оружия уже использована и далее не действует, то можно ее отказать. Надя подумала прекратить, если совсем будет злое здоровье. С самого начала было известно, голодовку Надежда объявила в знак протеста против вседозвольности российских следователей. От пищи она отказывалась 83 последних дня. Когда человек оказывается за решеткой по явно политическому сфабрикованному делу, голодовка это такой отчаянный жест, готовность пожертвовать собственное здоровье, по сути собственной жизнью. Власть в России абсолютно циничная, очень злая и очень презрительно относящаяся к человеческой жизни. После продолжительного разговора со своим адвокатом Савченко передала специальное обращение для сограждан. Оно написано от руки и в нем слова благодарности за поддержку и заверение в том, что сдаваться Надежда не собирается. Данил Русаков, Ольга Клюева, Олег Неведомский и Андрей Кузнецов. Московское бюро, телеканал Интер. Мощный взрыв, подпольное казино, массовая драка и правый сектор. Все смешалось этой ночью в Одессе. Разные версии запутанных событий в материале Андрея Анастасова. Активисты правого сектора дерутся с охранниками игорного заведения. Началось все в полночь в центре Одессы на Дерибасовской. Правый сектор полсотни бойцов приехал доказать. Вместо покерного клуба в этой двухэтажке располагается огромное нелегальное казино. Но встретил мощное сопротивление охраны и посетителей. К ним прибыло еще подкрепление активистов. Заблокировали внутри. В милиции, говорят, вовремя вмешались. И подтвердили, казино внутри так и работало. Имеется в том зале помимо покерных столов, имеется рулетка, имеются игровые автоматы. То есть по всем признакам действительно налицо было занятие незаконной деятельности, то есть игровым бизнесом. Запрещено. Милиция драку квалифицировала как хулиганство. Трое охранников заведения задержаны. Трое активистов правого сектора получили травмы. Один госпитализирован. Слава Украине! Ура! В драке пострадал и местный лидер правого сектора Сергей Стерненко. По телефону рассказал. Милиция долго не ехала, потом не вмешивалась. А спасали их единомышленники-майдановцы. Казино, по данным Сергея, принадлежит бизнесменам из Москвы. Вы же понимаете, что в самом центре города с вывеской двухэтажное казино не может работать просто так, и чтобы милиция просто так на это открывала глаза. И как раз в разгар этих событий в нескольких кварталах на улице Коблевской раздался мощный взрыв. Килограмм в тротиловом эквиваленте. Самодельное устройство было заложено в цокольном помещении, которое арендовала благотворительная организация. Милиция квалифицировала это как теракт. Никто не пострадал, но серьезно повреждены соседние квартиры. Если бы были люди, там на куски бы разорвало. Тут именно помогали людям, которые нуждаются в какой-то помощи. Именно в основном с детьми. Чем подрывникам насолили благотворители неизвестно. Но вот что интересно. В этом же дворе в нескольких метрах и тоже в цокольном помещении располагается офис правого сектора. Большинство опрошенных нами людей считают, подрывники просто ошиблись адресом. То есть взрыв мог быть банальной местью активистам за неожиданный визит в казино. Впрочем, милиция эти события между собой не связывает. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Европейский союз продлил санкции против украинских чиновников из окружения Януковича и самого экс-президента. Всего в списке 18 официальных лиц весьма высокого ранга. Министры из правительства Азарова и помощники Виктора Януковича. В Украине в отношении их заведены уголовные дела, а в Европе заморожены активы и ограничено передвижение. Правда, четверо из этого списка под новые санкции не попали и их имена объявят уже завтра. А вот черному главбуху Януковича не повезло еще больше. Он арестован. Теперь этому есть и видеодоказательства. Но что дальше? Когда Юрий Колобов может предстать перед судом в Украине и предстанет ли вообще? Елена Зорина разбиралась. Роскошные пляжи, рестораны, яхт-клубы и средиземноморский климат. Это Альтеа, богемный курорт Испании. Здесь любит выступать Монсеррат Кабалье. А еще именно это место выбрали для жизни многие россияне и украинцы. Здесь же в августе прошлого года обосновался и бывший министр финансов Украины Юрий Колобов. Жил в собственном особняке. Стоимость коттеджей в городке, по данным европейской прессы, до 10 миллионов евро. Месяц назад гражданская гвардия Испании начала слежку за украинцем. И вот видео его ареста в спортивной кофте, кроссовках и джинсах. Колобова ведут к машине. Теперь бывший чиновник времен Януковича в Мадриде ждет экстрадиции в Украину. В политических кругах его называли человеком из ниоткуда. Еще близким другом старшего сына Януковича и правой рукой Арбузова. Именно благодаря их стараниям и началась его стремительная политическая карьера. Сначала банковский топ-менеджер занял не последнюю должность Насбанки, а затем и министерское кресло. Правда, пробыл в нем всего год. Он бежал в конце февраля прошлого года. Сначала скрывался в России, а уже позже в Испании. Красная карточка Интерпола появилась на Колобова только в конце 2014-го. В Украине экс-министр проходит по одному делу с Азаровым и Януковичем. Речь идет о многомиллиардных хищениях. Если вину Колобова докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Юрий Колобов подозревается в растрате государственных средств особо крупных размеров. Это касается вопроса хищения средств представительства специальных линий связи государственной компании Укртелекомнат. Фактически, он та ниточка, которая может довести до Януковича. А справы мы имеем на увазе. Фактически, все коррупционные, большие схемы. Такие люди, как Колобов, могут дать свидетельство. Потому что доказательство собрать в этих справах, надзвичайно, важко. Генпрокуратура начала срочную подготовку документов для выдачи. Рассчитывает, что уже в ближайшее время Колобова увидят здесь, в Киеве. Украина готова не только документы направить к экстрадиции, а на сегодняшний день наше законодательство позволяет так называемое заочное заслужение. Я могу вас заверить в том, что все необходимые доказы, связанные с экстрадицией, я сподеваюсь, следующее, Генеральной прокуратуре, в Майвине. Договоренности об экстрадиции у стран есть, но юристы уверяют, процесс может затянуться. Это признают и в Гражданской гвардии Испании. Такие страны, как Германия, Америка, Великобритания, очень редко выдают Украине ее преступников, а то и вовсе этого не делают. Суды в Испании работают очень медленно, особенно те, которые рассматривают вопросы уголовного права. Этот процесс может затянуться не на месяц, а на годы. И человек, который не заинтересован в экстрадиции, он может ставить вопрос о том, что в Украине не будет обеспечено ему право на защиту. Есть и еще один момент, который может затянуть экстрадицию. Колову может иметь и гражданство Испании, но это нужно проверить, и в этой ситуации тогда работают другие механизмы. Он может быть и великим инвестором Испании, а это, соответственно, подвищает ее ставки. Это может быть фактор тормоза, это передача. Но если выдача все-таки произойдет, вопрос, насколько долгим будет следствие. И вот немаловажный нюанс, кроме обвинений, по которым арестованного могут экстрадировать, других ему предъявить не могут. Да и как сработают суды, избирая меру пресечения, это тоже вопрос. Елена Зурина, Сергей Еременко, подробности телеканал Интер. Неясна пока и судьба троих уже прикосновенных судей Печерского райсуда. Для чего Рада лишила их иммунитета? Через сутки после голосования пока непонятно. Что же светит одиозным судьям? И в Украине ли они еще? Разбирался Ярослав Кречко. Это бывший глава Печерского суда о Кирееве. Царевич Вовк и Кицюк. Еще три фамилии из самого известного суда Украины, которых Рада лишила иммунитета. Судья Киреев на скамью подсудимых пока не попал. Он в бегах. Уехать из Украины пока еще могут и трое его печерских коллег по несчастью. Хотя накануне вечером прокуратура и вручила им копии ходатайств об аресте. Царевич и Вовк наиболее известны из этой тройцы. В первую очередь по делу Юрия Луценко. Но обвиняют их в вынесении других заведомо неправомерных решений. Вовк якобы лишил имущества законного владельца. А Царевич и Кицюк забирали права у автомайдановцев. Похожих дел говорят эксперты в украинской судебной практике сотни тысяч. Весь день мы пытались связаться с тремя судьями уже без иммунитета. Дозвонились Оксане Царевич. Но ни через час, ни через два на звонки судья уже не отвечала. По словам экспертов, у прокуратуры впереди архисложная работа. Нужно доказать, что судьи в своих решениях не просто ошиблись, а были заинтересованы в том, чтобы ошибиться. Не всякий, помилковый или незаконный решение может складывать злочин. Поэтому они на той спокойной Верховной Раде. Понимаете? Они сразу заявляют, что суд попробует установить это все. Скамья подсудимых служителей Фемиды ждет уже завтра. Брать на время следствия Царевича Кицюка под арест или оставить на свободе решат в Виннице. Судьбу Вовка рассмотрит Черниговский суд. Ярослав Кречко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Украина начала отводить грады от линии соприкосновения на востоке Украины. Это третий этап по созданию буферной зоны. Но вот отвечают ли такими же действиями с другой стороны? Давайте спросим об этом у Ирины Баглая. Она с вами на связи. Ира, здравствуй. Вот что ты наблюдаешь? Отведение военной техники происходит в двустороннем порядке или все же только со стороны Украины? Леш, здравствуй. Сегодня мы видели по трассе Артемовск-Славянск. Отвели украинскую реактивную батарею установок залпового огня «Град». Колонна, согласно минским договоренностям, отошла на 35 километров от линии соприкосновения. И это зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ. Если же боевики также выполняют договоренности и отведут свои грады на такое же расстояние, то образуется 70-километровая так называемая буферная зона. Это доказательство того, что наши подразделения выводят в безопасную зону согласно минскому договоренности. Само Дебальцево теперь оккупировано боевиками ДНР. Но говорить об отступлении украинских войск полностью было бы неправильно. Там остается наша пехота в 15 километрах от города. Но этот мир все-таки еще шаткий. Бойцы 30-й механизированной бригады говорят, что еще сегодня их передовые позиции возле Дебальцево обстреливали боевики. Ночью в основном слышно минометами работают в нашу сторону. Пару дней назад залп Града видели. Вышло три ракеты буквально. Это состояние Дебальцево обстреливали? Из автоматов, АГСов. Они хотят узнать, откуда мы стреляем. Да, вот таким образом боевики прощупывают местность между своими и нашими позициями, чтобы постепенно продвигаться вперед. К обороне пехота наша готова. Сегодня продемонстрировали, как за несколько дней они строят блиндаж на 12 мест. Правило первое. Чем быстрее закупалось, тем больше времени прожить. Даже если будет минометный стрел, даже будет сотка стрелять. Ну, процентов все-таки 80-90 хватит тут укрепиться. В случае, если боевики сорвут договоренности, та же реактивная артиллерийская батарея украинской армии, которая сегодня отошла, в течение часа сможет вернуться на подмогу. В этом заверил нас и ее командир. И вот уже есть основания говорить, что боевики усиливают свои силы и позиции. Они восстановили железнодорожный узел Дебальцево и разгрузили поступившие уже вагоны с боеприпасами. Вот такие действия происходят здесь, в зоне АТО. Алексей. Спасибо тебе, Ирочка, за работу. Это была Ирина Баглая. С нами на связи еще один журналист из зоны АТО, Станислав Кухарчук. Стас, здравствуй. Вот только что Ира отметила, что перемирие на Востоке все еще остается шатким. Какую картину наблюдал сегодня ты, интересно? Да, здравствуй, Леша. Перемирие на Донбассе сейчас больше напоминает затишье перед бурей. Хотя и затишье весьма условное. Боевики не прекращают обстреливать наших военных. И вот сегодня нам удалось побывать на позициях 22-го мото-пехотного батальона недалеко от Янакиева. Накануне ночью боевики накрыли их из минометов. Ну вот, подарки от наших друзей, которые периодически ночью нам закидывают эти подарочки. Обычно это ночное время, только Луна заходит, пытается. То есть прощупывают позиции? Да, постоянно. И вот военные полагают, что такая активность разведгрупп противника связана с намерениями боевику в ближайшее время начать наступление. И одним из опасных направлений по-прежнему остается Донецкая. Прилетает, ну, в основном с района Горловки. Красный партизан. Если люди не понимают, что объявлено перемирие, продолжают стрелять. Очень тяжело. Не ждать дальше войны. Активно действуют боевики и на информационном поле боя. При фронтовой зоне крайне сложно поймать сигнал украинского телевидения. Транслируются только российские каналы. Но вот бойцы 22-го батальона вышли из положения. Слушают радио. А все, просто сказать, тут не ловят. Нет? Ну, именно в блиндаже не ловят. А ловят на улице. А здесь только наши. Вот война не перестает иногда удивлять. Сегодня в окопах нам удалось познакомиться без малого с кандидатом технических наук. Николай родом с Донецкой области. Его призвали в армию прямо с аспирантуры. Ну и на эту минуту пока это вся информация. Спасибо, Стас. Это был Станислав Кухарчук. Он продолжает свою работу в зоне АТО. Далее поговорим о том, как прошел день в оккупированных городах. Давайте послушаем, что нам рассказали жители Луганска и Донецка. Несмотря на перемирие, у нас слышны обстрелы со стороны аэропорта. Люди очень боятся, что обратно вернется война. Донецкий Тауэр. Погибло 33 наши горняка шахты. Часто обесточивалось. Люди оставались под землей. И вот это как финальный аккорд. Эти 33 смерти. Объявлена повторная мобилизация. Поскольку нам говорят, что война будет продолжаться. Пошли иногда, я не знаю, взрывы со стороны Станисы. Собирают молодых ребят, ну как добровольный призыв. Некоторые идут, потому что просто сейчас абсолютно нет работы. Человек направляется на горячую точку. Его, по сути, ничему не обучают. Просто рвут в руки автоматы вперед. От соседних поселков, которые были. Допустим, 50 человек призыва, 25 вернулись только домой. Остальные заколочены. Раньше была возможность смотреть украинские телеканалы, телепередачи через IPTV. Но сейчас даже эту возможность через провайдеры сепаратисты отключили. То есть украинское телевидение уже даже через интернет посмотреть никак нельзя. Люди подрываются на минах, которые находятся на полях. Подрываются животные. Сейчас нужно посевной заниматься, а поля-то находятся. Их уже нужно разминировать. А кто будет этим делом заниматься? Это должны силы ДНР, ЛНР заниматься, для того, чтобы люди могли что-то сеять. Надо же думать о том, что кормить нужно население. А как можно кормить, когда там мины? Недавно похоронили двух молодых мужчин, которые ехали на своем грузовике. Пускали старые ящики, чтобы можно было чем-то топить. Топить, потому что топить нечем в своей хатке. И подорвались. Интервью с российским наемником. Украинские журналисты впервые смогли пообщаться с задержанным в зоне АТО россиянином. Олег Хлюпин в свое время был старшим разведчиком, спецназовцем ГРУ Российской Федерации. Участвовал в чеченской компании. Сейчас он в запасе. Говорит, что в Украину приехал из Волгограда обычным рейсовым автобусом. На работу в террористическую ЛНР его направил военком. Там Олег должен был заниматься разведкой и служить на блокпосту. За это обещали 3000 рублей в сутки. Ну вот поработать ему так и не удалось. ССБУ задержало Олега уже на следующий день после прибытия в Украину в станице Луганской при проверке документов. У нас нету ни в интернете, нету ни в телевизионных каналах каких-то, что действительно у вас здесь происходит. И народу, большинство, именно поэтому и неведомые о том, что происходит, и едут сюда. Ну я думаю так, что большинство народу, которые, наверное, хотели бы уехать обратно, у них нет возможности такой. Ну такие встречи журналистов с задержанными в Мининформации и СБУ планируют проводить теперь регулярно. В НАТО сегодня говорили о том, что российские военные гибнут в Украине в огромных количествах. И в Москве уже не могут этого скрывать. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Александр Вержбол. В Мариупольском направлении ситуация остается очень напряженной. Враг не прекращает атаковать позиции украинских военных. Подробнее обо всем нам расскажет Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй, ты в эфире. Мы ждем от тебя самых последних новостей. Здравствуй, Леша. На Мариупольском направлении, несмотря на перемирие, по-прежнему жарко. Ночью российские боевики вновь обстреляли Широкина из минометов и БМП. Около полуночи противник начал штурм поселка, но украинские военные успешно оббили все атаки. Огонь открывали только в ответ. Вот Минское соглашение в Широкинах боевики не соблюдают. Все это пустые разговоры, уверены наши военные. В село весомо пострадало. В основном, может, 80-м минометом, но под прикрытием 80-ки и 120-ка работают. Были замечены обстрелы именно 120-й крупнокалиберной артиллерии, которая должна была отойти. И, по всей видимости, не отошла с ихней стороны. Наши военные демонстрируют готовность выполнять Минское соглашение. И сегодня отвели тяжелую артиллерию. Артиллерию – это грады на расстоянии 35 километров от линии боестолкновения. Это уже третий этап отвода тяжелых орудий. Мы готовы сюда повернуться в любой час, в любой момент. И занять все рубежи, и даже их отвоевать. А нам скажут, мы будем тут. Две годы максимум мы будем тут на месте. В Лесень-Мариуполе идет ротация. И сегодня мы стали свидетелями, как на позиции полка АЗОВ заступили бойцы батальона Донбасс. Пять суток наши бойцы находились под массированным обстрелом со стороны российских боевиков. Выстояли и буквально час назад поехали отдыхать. Все просто замечательно. Помыться, постираться и не включать. Поспать в смысле? Ну, известно. А сколько спали за пять суток? Кто же вам считает? Меня не рахует. Утом будет нормально, минометами. Вечером так доброй ночи желаю. Бойцы оставаться в тылу долго не собираются. После небольшого отдыха готовы вернуться на прежние позиции и дальше защищать свою землю от агрессора. Алексей. Элечка, спасибо за работу. Это была Эльвина Сейтбулаева с последними новостями с Мариупольского направления. Боинг малазийских авиалиний был сбит ракетой БУК, выпущенной из российской установки. Об этом сообщили голландские СМИ со ссылкой на источники в полиции Нидерландов. У следователей есть видеоподтверждение того, как установку доставляли на территорию Украины. И свидетельства очевидцев те не исключают, что исполнители обстрела могли быть ликвидированы. Боинг-777 потерпел крушение в небе над Донецкой областью 17 июля прошлого года. Напомню, что тогда погибли 298 человек. Шесть военных кораблей НАТО вошли в Черное море для учений. Вторая постоянная группа быстрого реагирования, состоящая из эсминцев и фрегатов, проведет маневры с кораблями Болгарии, Румынии и Турции. Будут отрабатывать упражнения против атак с воздуха и от субмарин. Корабли покинут Черное море до конца марта. Это вполне соответствует международным конвенциям. Но тем не менее, МИД России уже назвал маневры провокационной затеей. И вот что ответил командующий группой Адмирал Уильямсон. Наше пребывание в Черном море абсолютно прозрачно и полностью соответствует международным нормам, а именно доктрине Монтрео. Эти учения были запланированы еще в 2014 году. Выходить за международные территориальные воды и воды стран НАТО мы не намерены. А вот в оккупированном Крыму вновь мутят воду самопровозглашенные власти. Очередные допросы крымских татар. С чем борются захватчики в материале наших корреспондентов. Какое отношение активисты имеют к Комитету по защите прав крымско-татарского народа? Какие документы составляли, кому отправляли и чем еще занимается организация? Вот такие вопросы интересует Следственный комитет. Хотят сделать так, чтобы полностью взять под контроль, как и национальные институты. Мы сегодня видим, наблюдаем за теми процессами, которые происходят и вокруг Курулта и Нижлиса крымско-татарского народа. И с другой стороны, напугать тех людей, которые могут публично высказать свою позицию. Симферопольских активистов вызывали на допросы по телефону. И пока никого из посетивших Следственный комитет не задержали, говорит адвокат Джимиль Темишев. Но вот общаться с теми, кто попал в поле зрения силовиков, адвокат настоятельно не рекомендует. Ради безопасности этих людей. Вот такие претензии им выдвигали следователи. В обращении к лидерам иностранного государства раз призыв от... Это возможно трактовать как уклонение от службы в российской армии. Это два. Две основные претензии. Напомню, комитет по защите прав крымско-татарского народа был создан в конце прошлого года. Его задача защита прав крымских татар. Ведь в Крыму что ни день, то обыски, задержания и аресты. В январе организаторы комитета были вынуждены покинуть полуостров из-за риска ареста. О массовых нарушениях прав человека на полуострове заявляют и европейские правозащитники. Например, в отчете правозащитной организации Freedom House приводятся факты запугивания психологического и физического насилия. Большинство пострадавших это именно крымские татары. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Признавать ли Россию страной-агрессором должен был решить сегодня Харьковский горсовет. А мэр города комментировал вручение ему официального подозрения. Подробнее обо всем Лидия Калинина. Геннадий Акернес обвиняет в похищении людей, пытках и угрозах убийством. Мэр Харькова прокомментировал это так. Сейчас этому делу придают больше пиара, для того, чтобы показать, что все органы правоохранительной власти работают в Украине и, значит, виновных будут наказывать. Я себя виновным по этому делу не признаю. Я считаю, что это дело сфальсифицировано. Год назад двое участников Евромайдана обвинили Кернеса и его охранников в том, что их похитили и насильно удерживали в отеле «Националь», где живет мэр Харькова. В видеообращении, которое появилось в интернете, парни рассказывают. Их задержали после того, как они попытались снять на видео машины, припаркованные возле гостиницы. Якобы они были с российскими номерами, а некоторые и вовсе без номеров. Когда это увидела охрана Кернеса, парней схватили и привели в «Националь». В процессе допроса Кернес как-то заподозрил Сергея, может быть, в какой-то неискренности. Или просто ему Сергею как-то не понравилось, я не знаю. И он ударил его в нос, у него пошла кровь. Нам угрожали убийством. У меня потекла кровь. Геннадий Адольфович сказал, что если капнет хоть одна капля крови на пол, меня вынесут вперед ногами. Его дословное выражение. Генпрокуратура вскоре обещает передать обвинительный акт в суд, но подробности пока не разглашают. Это напрямок прокурорского следствия, но я подтверждаю, что Кернесу была оголошена подозра. Вот и все. И сегодня же в Харькове на сессию собрались областные депутаты. Среди прочего, должны были рассмотреть вопрос, признавать ли Россию агрессором. Но народные избранники отказались включать его в повестку дня. 37 депутатов вовсе не стали голосовать, чем выявили из себя губернатора. Это решение действительно не несет никакой юридической силы. Это моральное голосование. Не голосовать. Нет морали. Ни туда, ни сюда. Люди гибнут. Танки ездят, грады стреляют. А здесь решения нет. В итоге вопрос поставили на повторное голосование. На этот раз поименно. Но решение так и не приняли. Неделю назад Харьковский горсовет тоже отказался включать в повестку дня вопрос о признании России страной агрессором. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. В интернете появилось обращение похищенного директора Департамента правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко. Более 10 минут он рассказывает о якобы коррупционных схемах, якобы в пользу отстраненного исполняющего обязанности мэра Днепропетровска Максима Романенко и еще более 100 местных чиновников. Утверждает, что сам инициировал свое похищение. При этом сидит в тельняшке на фоне обшарпанной стены, читает с листа, держит его, кстати, трясущимися руками. Большую часть моей работы составляла обслуживание правового обеспечения незаконных схем. Я был согласен отвечать за незаконное обогащение других. В итоге я решил инсценировать собственное похищение, чтобы уйти от участия в незаконных схемах. Для этого я договорился с бойцами добровольческого батальона. Видео якобы записано штабом добровольческих сил, которые связывают с Днепропетровским губернатором. Последнее время у него был серьезный конфликт с Романенко, которого обвиняет похищенный. Напомню, 25 февраля неизвестные прямо у здания Днепропетровского горсовета затолкали Величков в машину и увезли. Дома у него осталась жена и двое детей. Они не верят, что Александр сам писал этот текст. Это ему помогли. Я просмотрела это видео, обратила внимание, как он выглядит и как одет. Какие руки опухшие. Неизвестно, чем ему там угрожали, чтобы он все это писал, чтобы он все это читал. И самое интересное, он человек грамотный. И когда этот текст читает, он даже не видит. Первый раз смотрит и буквы даже ему не знакомы. Фамилии не знакомы, я больше чем уверена. Слашенька, я тебя очень прошу. Пиши, подписывай все, что ты хочешь. Что они заставляют тебя, все делай. Но ты нам нужен в семье, отец детям и мне муж. Я тебя умоляю, подписывай все, что они там тебя требуют. Оппозиция просит президента Украины и международной организации срочно вмешаться в дело о похищении Величка. Уверенность за преступлением стоит руководство Днепропетровской области, которому Романенко мешал проводить незаконную приватизацию. И это уже не первый случай похищения чиновников в регионе. Используются все бандитские механизмы. Это и воровство людей. И по надуманным обвинениям людей бросают за решетку. Так, в частности, уже двое суток сидят Ростислав Ботвинов, бывший замгубернатора Днепропетровской области и действующий зампредседателя областного совета Виктор Науменко. Причем, насколько мы знаем, проходит очень серьезный прессинг на них. В парламенте сегодня численность армии увеличили и утвердили новый праздник. С подробностями Екатерина Лысенко. Прошу, шановные народные депутаты, вшаномать память своих шахтарей Фалиною Мовчанье. Минута молчания в память о погибших на Донбассе и вопросы военных в повестке дня. Одно из первых решений парламента увеличить численность украинской армии. Почти на 50 тысяч военнослужащих. Мы увеличиваем численность Збройных сил Украины до количества 250 тысяч осіб. На это предбачены уже соответствующие бюджетные выдачи. Это почти 22 миллиарда гривен, которые пойдут на заработные платы. Украина потребует украинской армии. Сильной, большой, защищенной и уверенной в том, что политики ее не задают. После завершения антитуристической операции и проведения заходов демобилизации, численность Збройных сил будет уменьшена в соответствии к военно-политической обстановке. Увеличили армию депутаты от коалиции. Оппозиция законопроект не поддержала. Мы не против увеличения численности нашей армии. Мы категорически против того, чтобы увеличение численности наших вооруженных сил было за счет солдат срочной службы. Мы за то, чтобы увеличилось количество контрактных служащих. Другим голосованием парламент разрешил мобилизованным получать, в том числе, льготную пенсию. Ну и с новым праздником. 23 февраля в Украине больше не День защитника Отечества. Этот день канул в лету. В Украине военных поздравлять официально решили 14 октября. 23 лютого выйдет в минулую историю, когда День армии, против которой борется Украина и украинский народ, это станет чужим святом. Среди других решений депутатов – шаг к открытию данных в госзакупах. Их сделают публичными, если этот законопроект примут в целом, а не в первом чтении, как сегодня. Но большинство же остальных законов голоса искали. Я прошу секретариат, я прошу руководителей фракции, будь ласка, запросить своих народных депутатов, членов фракции, до сессийной зали. А вот уже завтра в парламенте будет отчитываться глава Нацбанка Гонтарева и о курсе доллара, и о спасении экономики. Но панацея для спасения многие считают кредит МВФ. До совещания фонда по Украине уже меньше недели. Что в самом Вашингтоне думают по поводу помощи и почему так долго? Дмитрий Еловский искал ответы на эти и другие вопросы. Этот вопрос откладывали несколько раз, несмотря на резкий спад украинской экономики и пике национальной валюты. Но сейчас стало ясно, заседание будет 11 марта, решение должно быть положительным, и деньги придут буквально на следующий день. Несмотря на скептиков, которые говорили, деньги Киеву давать не имеет смысла. Такие были, например, в числе британской делегации. Лондон предупреждал, то, что дадут, могут разворовать. Многие экономисты разделяют эти опасения. Считают, что даже если законы, которые так хотели в МВФ приняли, останавливаться еще все равно рано. Возможно, надо остановить коррупцию на высшем уровне. Если это не делается, тогда ничего не получается. Чего я боюсь, это что правительство потом расслабится или не договаривает внутри, и не все делать, что надо. Даже в самом фонде чиновники, обычно довольно скупые, на комментарии предупреждают. А это следует из официального заявления. Там ждут от власти Украины выполнения всех предварительных мер, для того, чтобы программу все-таки утвердили и приняли. Напомню, что сейчас речь идет о сумме 17,5 миллиардов долларов, львиная доля которой должна поступить уже чуть ли не в этом месяце. Всего же от МВФ и стран-доноров на счет украинского нацбанка может поступить около 40 миллиардов долларов. Деньги немалые, но война на востоке Украины повышает стоимость спасения экономики буквально в геометрической прогрессии. Поэтому в Вашингтоне считают, что транш может помочь стране, но его эффективное использование зависит только от украинских властей. Дмитрий Иловский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Обезглавленные Ленины на юге, псевдопопы на западе. Чем еще удивили регионы Украины и что происходит за рубежом, поговорим во второй части подробностей. Спрятаться под рясой. Как закарпатские аферисты от мобилизации уклонялись. Фотокадры войны. Британским парламентариям показали реалии востока Украины. Авария в Черновцах. Около полудня кран протаранил троллейбус. Предварительно правило нарушил водитель крана. Он на скорости буквально влетел в заднюю часть троллейбуса. В результате погиб один пассажир. Это заместитель председателя антикоррупционного комитета Черновицкой области. Константину Катеринчуку было 58 лет. Ленинопад в Запорожской области. Там всего за одну ночь повредили сразу пять памятников вождю пролетариата. Произошло это в соседних районах. Новониколаевском и Вольнянском. Если в райцентре Новониколаевка неизвестное просто сбросили или сейчас постамента, то в селах отбили памятником головы. Что интересно, поврежденные части скульптур на месте происшествия найдены не были. Кто и зачем это сделал, сейчас разбирается милиция. Темные дни светят Межигорью. Киевэнерго грозится отключить рубильник. Но что будет с беженцами, обитающими в бывшей резиденции Януковича, узнавала Ирина Романова. Подача воды идет благодаря наскусу электричества. Семья Белхароевых, переселенцы из Донецка, Межигорье живут в сентября. Таких, как они, здесь почти 100 человек. Газ, рассказывает Ольга, за долги отключили еще осенью. Зимой спасали колориферы. Но на прошлой неделе начали отключать электричество. Дети сразу же заболели. Было очень холодно. Здесь все маленькие дети, новорожденные. Детей больных очень много. С температурами. Что будет, если электричество отключат совсем, переселенцы даже представить боятся. В Киевэнерго подсчитали. За последний год формальный собственник Межигорье, ОТН Талит, задолжал более 7 миллионов гривен. Если вопрос не будет, у нас не будет, скажем так, понимания по оплатам, по погашению задолженности или по снижению текущего потребления, мы в марте месяца будем вынуждены прибегнуть к ограничению поставок электроэнергии в этот комплекс. Заставить фирму, принадлежащую якобы Клюеву, оплатить долги Киевэнерго пытается через суд. А пока суд додела, этот же счет выставляет и самообороне, которая уже года храняет резиденцию. При Януковиче Межигорье съедало в месяц электричество на миллион гривен. Это еще по старым тарифам. Когда резиденция перешла в руки народа, здесь ввели эконом-режим. Но даже экономия, говорит комендант, сумма выходит в месяц немаленькая и для них неподъемная. Около 600 тысяч гривен. Где их взять, здесь даже не представляют. У нас не есть прибутковая организация, то есть бизнес. У нас не бизнес. У нас социальный объект, в котором дети, переселенцы, солдаты. Тварины, рослины. Услышав о подключении, местные теплицы уже утепляют помещение. Раньше овощи отсюда шли на стол Януковичу, теперь переселенцам с Донбасса. Если отключат, и в ночи будет минусовая температура, то много из этих растений может просто не переночевать. Полив здесь электрифицирован, как и поилки в местном зоопарке. В летних вольерах несколько сотен птиц, почти сотня кабанов, косуль, баранов, в зимнем свиньи и коровы. Если не будет электричества, не будет воды, для нас это катастрофа. Чтобы защитить людей, животных, растений и строения, комендант нашел выход. Создал юридическое лицо, общественную организацию. Но прежде чем заключить договор с КВНР, требуют, чтобы те разорвали его с танталитом. Иначе, говорит, законных оснований платить за свет у них нет. Тем более, что резиденция по документам до сих пор остается в частной собственности. Ирина Романова, Валентина Левицкая, Вячеслав Фролов. Подробности, телеканал Интер. Спрятаться от войны под рясой. На Закарпатии решили подзаработать на уклонистах. Церковная организация не слаем, нет, не слово Божье. Расценки на белый билет. С подробностями Марина Коваль. Письмо с необычным предложением получили по электронной почте сразу несколько закарпатских городских и сельских советов. В нем религиозная организация славяно-ведический храм «Наследие предков» приводит таблицу, в которой указано, кто не подлежит мобилизации. Среди прочих, это священники. А далее у листы была такая чудовая пропозиция, что будь-яка людина, которая имеет высшую освету, но, в основном, и цены обовязково, лишь сплативши 3000 гривен, может быть принята до лав одни из, не назовутся церкви, религиейных або подобных организаций. Причем организацию абсолютно не интересуют ваши взгляды и вероисповедания. И священнослужителем можно стать сразу, заплатив 3000 гривен. Даже за свидетельством ехать не надо, его пришлют по почте. Но вот в военкомате предупреждают, тот, кто захочет таким образом откосить от службы, выбросит деньги на ветер. Священников действительно не мобилизуют, но если те служат в официальных церквях. И хотя на сайте славяно-ведического храма наследие предков фотография православного храма, к христианской церкви эта организация не имеет никакого отношения, говорит военный капеллан. Чтобы стать, к примеру, греко-католическим священником, надо учиться 4 года теологии и еще 4 философии. За деньги сан не продают. Мы позвонили по указанному в письме телефону, но номер абонента недоступен. Сколько адептов появилось у организации после рассылки, теперь выясняют сотрудники СБУ. Они решат дальнейшую участь организации, деятельность которой явно направлена на срыв мобилизации. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Гарри Каспаров сравнил режим Путина с раковой опухолью. Немецкий МИД говорит о несоблюдении минских договоренностей. И британские спецслужбы интересуются своими гражданами, которые находятся на востоке Украины. О чем говорит мир, смотрите в нашем обзоре. Четыре часа допроса после того, как связался с террористами. Британские пограничники допрашивали пропагандиста Грэма Филлипса, который работает на Russia Today и телеканал «Звезда». Гражданину Великобритании СБУ запретило въезд в Украину, но он все равно смог проникнуть на Донбасс через неконтролируемую границу с Россией. Когда же возвращался в Лондон, попал под действие акта о терроризме. Глава немецкого МИДа недоволен тем, как соблюдаются минские договоренности. Об этом Франк Вальтерштайнмайер заявил после встречи с фольским коллегой Гжегожем Схитиной. Дипломаты обсуждали возможность продления санкций против России и совместную помощь Украине. Мы будем поддерживать реформы, предоставлять экспертную помощь. Страны ЕС должны поддерживать Украину ради безопасности в Европе. «Уже завтра дипломаты приглашены в Берлин на закрытые переговоры в нормандском формате. К нам присоединятся и представители ОБСЕ, чтобы определиться с планом действий на ближайшее время». Предоставить Украине американское оружие убеждали сенаторов политики из Киева и Москвы. В Вашингтоне выступали советник президента Украины Михаил Саакашвили и российский оппозиционер Гарри Каспаров. Американцам предоставили доказательства присутствия армии России на Донбассе. А руководство Кремля сравнили с раковой опухолью. Сенаторы аргументы выслушали, но с решением не спешат. Последнее слово в этом вопросе у Барака Обамы. «Хватит относиться к Путину как лидеру, с которым можно вести переговоры по-человечески. С раком договориться невозможно. Путина и его элиту как опухоль нужно вырезать, изолировать и вырезать». Реалии жизни и борьбы на востоке Украины. Фотографии из зоны АТО выставили в британской палате общин. Светлана Чернецкая побывала на открытии. «Украинский день в палате общин». В британском парламенте показывают войну на Донбассе, как она есть. Это выставка фотографий украинских репортеров и волонтеров из зоны АТО. Среди приглашенных британские депутаты и дипломаты из Министерства иностранных дел. «Конфликт на Донбассе не просто слова, а реальные люди, реальные семьи, которые хотят мира. А мы видим, что их города разрушены из-за военной агрессии России». Эти фотографии уже видели парламентарии Брюсселя, Копенгагена и Страсбурга. Здесь, в Лондоне, выставку представила достаточно многочисленная украинская делегация. Представители правительства и Верховной Рады имели возможность рассказать о том, что своими глазами видели на Востоке и как это отражается на жизни страны в целом. «Очевидно, что свет должен стать порядок и не только санкциями жирскими остановить агрессора, а помочь нам решить внутренние проблемы с переселенцами, с реабилитацией наших военных». Цель выставки не только просветительская. Все работы уже через час выставят на аукцион в Украинском институте в Лондоне. Вырученные деньги пойдут в фонд реабилитации жертв войны. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Скандал в Бельгийском королевстве и мире фото-журналистики. Престижнейший фотоконкурс «Вордпресс Фото» отозвал награду в номинации «Современная проблематика» у итальянского фотографа Джованни Триола. Почему произошло недоразумение, разбиралась София Гордиенко. Эту серию снимков автор, итальянский фотограф Джованни Триола назвал «Черный город». На подретушированных кадрах разруха, криминал и немножко разврата. Это не Азия или Африка, а самый центр Европы. Шарли Руа еще в прошлом веке сердце угольной и сталилитейной промышленности Бельгии. Сегодня переживает не лучшие времена, выглядит соответственно, но именно это живописная разруха. И привлекает художников и фотографов с всего мира. Декадентский репортаж получил Оскар в мире фотографий. Приз конкурса «Вордпресс Фото». Мэр-социалист Шарли Руа посмотрел и возмутился. Мол, все очевидная постановка. Эти снимки были представлены как репортаж, то есть реальная жизнь. Но на самом деле это постановка с актерами искусственным освещением. Так что жанры перепутаны. Художник Вадим Волстерс – один из героев той самой скандальной фотосерии. Он помогал итальянцу искать героев. В его брюссельской студии сняли одну из сцен. Я тут как раз работал над картиной. Он пришел и снял. И к конкурсу, и к претензиям художник относится философски. Постановка вообще иногда более реалистична, чем сама реальность. По-моему, это хорошо, что выбрали такие яркие снимки. Оказалось, в погоне за красивым кадром Джованни использовал все, что условия конкурса запрещают. Например, здесь в машине кузен-фотографа. Не только имитируют любовь, но и держат осветитель. Жюри обман почему-то не заметило, а вот фотографы сразу. Мои коллеги возмущались выбором жюри. Мол, это конец вордпресс-фото. Но, думаю, они немного преувеличивают. Никто бы не обратил внимания на эти снимки и не стал бы копать, если бы они не были сделаны так близко. Здесь, в Европе. Сегодня, после скандала и проверки, жюри свой приз отозвало. Фотограф принес извинения и признал – работа отчасти постановочная. Мэр Шарли-Руа празднует победу. Горожане радуются, хотя и признают – не все, что попало в кадр триола – выдумка. Шарли-Руа – это не только проституция, наркотики, криминал и разруха. Здесь есть и отличные места, надо знать. Тут грязно. А мне нравится. Ну, понятно, ты родился здесь, а я из Фландрии, там гораздо чище. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности – телеканал Интер. Шарли-Руа, Брюссель, Бельгия. Вот такими были подробности этого четверга. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok